да ну что давай продолжим наверное ну может быть какие-то вопросы есть потому что мне рассказать есть что вот хочу чтобы ты немножко систематизировал мою беседу ну тогда по каким-то опять же ну пусть будет до властимущие трешовость мне все-таки больше конкретной ситуации интересные но тогда я сам у трешового как бы спросил опять же разборы полетов конкретных да вот кстати был вопрос много ватим тоже спрашивали что он же наверное советует как олени разводить вот что им говорить вот этим теткам которые за вопросом приходит но за ответом приходит я уже частично отвечал в комментариях то есть у меня нету никакого в общем то здесь люди опять же судят по себе то есть я считаю что поверьте свой клиент он тебя найдет как и твоя аудитория канала да она небольшая относительно но это твоя стабильная аудитория то есть вот она твоя то есть я советую скажем так ну подумайте ребята я призываю к логике либо вообще не разводить а если приходит вот такая тетка которой надо развести и все она просто от меня уходит поверьте они выбирают то что им хочется она хочет услышать подтверждение она говорит что я хочу там чтобы ты мне рассказал если я этого не говорю она просто сольется то есть я стараюсь всегда вести в конструктивный диалог то есть то чего я и говорил да вот в долгосрочной перспективе если ты получаешь от этого мужика деньги да то есть ты хотя бы его побеги но хотя бы это уже большой прорыв да то есть я не требую уважать потому что уважение там и не пахнет этот человек себя не уважает как она может уважать других то есть не бывает такого не бывает дихотомии у людей что ты там один и второй поэтому у меня в основном в общем то сейчас я переключился на мужчин почему я и говорю и честно скажу есть и сообразительные есть и умные женщины которые приходят по той причине что они не могут найти себе скажем так какого-то человека который им подходит то есть ты же понимаешь что пропаганда работает в обе стороны то есть одебилевает одних и одебилевает других грубо говоря то есть есть адекватные женщины они приходят вот я слушаю да то есть это вот чистый родник кстати очень многие работают вот в каких-то властных структурах даже были там вплоть до администрации президента и так далее но такие очень большие депутаты часто депутатихи точнее скажем так ты знаешь они очень адекватны они понимают все что происходит но нельзя на такой должности они могут играть лжецов то могут и часто это делают вот смотришь с ним общаешься это такой человек кристально чистый вот понимаешь несет правду просовок и так далее на телике блин сталин сталин приходи сталин то есть это же некий элемент шоу да то есть они не такие жизни зачастую там очень прошаренные ребята сидят которые имеют там несколько паспортов и и виллу в майами и собственно им пофигу на все что происходит здесь это их работа понимаешь нельзя обвинять циркача вот он приходит он веселит он шут да он у него работа шутом но он шутом может и не являться то есть также вот как немногие знают мендель это первый отец генетики да он вообще-то был священником а тем не менее вообще-то был священником чешский священник и спокойно занимался работой то есть вот это у него совмещалось одно и другое то есть это первоопыты скажем так ты знаешь по трешовости скажу следующим образом в основном когда люди прозревают и женщины в том числе просто невозможно не прозреть наверное имея какие-то факты да вот знаешь как у человека это сломливается вот факты они же ведь накапливаются то есть сначала ты смотришь одно противоречит твоему мнению второе третье пятое десятое и все равно она сломливается да и вот эти женщины они приходят они действительно скажем так несчастны в том что они не могут кого-то найти они не хотят никого разводить потому что боже у нее там я не знаю 10 квартир в москве и больше не нужно да и она живет на каких-то хоромах там трехсот квадратных то есть это хоромы просто там безусловно и у нее там пять автомобилей и так далее да вот и она не может просто найти человека с которым даже банально можно поговорить который понимает о чем речь то есть вот в этого основная их проблема ты знаешь я скажу честно наверное вот там во власти как бы это не показалось там вот продажных шкур вот таких вот которые там действительно готовы что-то делать их практически нет ну негласно есть скажем так запрет они в основном это секретутки секретарши всякая такая конторская челядь это не мое это они так их называют то есть я ничего не имею против и вот как раз таки они вот это действительно те люди которые себя ничего не представляют ну ты знаешь вот в общем-то его власти есть и другие примеры да вот я слышал личную историю как три депутата писали закон под кайфом вот просто под кайфом дунули и писали закон просто потому что скажем так надо надо было его быстро написать они уже писали там а бы что то есть на самом деле там тоже происходит то же самое что наверное и в такой меньшей степени просто понимаешь там люди уже все-таки несколько отборные да то есть и зачастую я тебе скажу честно да там те кто умеют прикидываться хорошо дебилами но сами не являются ими вот как моя бабуля она очень умеет прикидываться хорошо дураком но поверь дураком не является она так всегда от штрафов избегает то есть вот она где-то перейдет неправильном месте и остановит ой деточка что же я стоптала я же заплачу где же я стоптала ну и иди бабка скажем так то есть в основном там вот примерно такое то есть там нету такого скажем так трэша потому что когда у человека есть какой-то базис и даже не финансовый потому что я видел людей которые относительно скромно живут но живут верно с точки зрения вот наверное какой-то моей внутренней философии то есть у них нету того что им надо там 15 машину там 18 айфон или еще чего-то вот этих вот дебильных скажем так привычек то есть и такие тоже есть то есть на самом-то деле понимаешь вот был такой фильм не помню вот как называется русский фильм да где сергей бондарчук играл про дебилевания там были вот эти вышки о дебилевания и там были вверху вот эти отцы и вот эти отцы нации то имеется в виду они собственно под эти вышки не подпадали примерно так же это эти капканы они ставятся на мышей но не на людей понимаешь и поэтому все то что идет оттуда они этому не подвержены у них немножко другой панцирь да то есть им это не доходит и зачем они понимают что это вранье вот ты знаешь я честно тебе скажу в основном кстати сделал такой вывод опять же моя теория верна вот я посмотрел на комментарии тетки в основном пишут лузерши которые себя ничего не достигли либо не смогли удержать дурака потому что он либо скопытился либо свалил такое тоже часто бывает что ой боже живем 20 лет вместе он взял и свалил почему то есть ну значит что-то было да то есть значит был какой-то надлом начинаем разбираться он терпел 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 да и вот в один прекрасный день у него скажем так надломалось то есть мужчины они же ведь знаешь как они очень терпеливые то есть у нас вот как примерно асфальт вот старый знаешь один на один один на один накапливается и все-таки пока не пройдет какая-то критическая масса да вот ну мужчина не уйдет либо он уже видит что ну блин мне вот капут если я с ней еще остаюсь там на месяц да то есть все я умираю там от рака от нервов и так далее и кстати опять же это вот метастазы совка потому что в европе вот скажем так такого нету да то есть европе не понравилось что-то разошлись все ребята до свидания не будем мы вместе и никто не испытывает каких-то фантомных болей что там условно федор ушел от мария или мария ушла от федора то есть им пофигу то есть они относятся к этому ну как поесть как там стакан воды выпить там то есть обычное обычное явление да вот и а в совке просто вспомни да партийный суд там дружеский суд там товарищеский прошу прощения чтобы меня не упрекнули что я не знаю о чем я говорю да что меня не упрекнули то есть и людей просто заставляли очень ноги заставляли просто вот жить друг с другом и они ненавидели друг друга я тебе больше скажу очень много сейчас женщин приходит в возрасте 60 70 лет и они вот опять же просто прозревают они убегают из этого брака и им просто замечательно по той причине что в совке заставляли да ты хочешь карьеру у тебя должен быть муж даже если он последняя скотина даже если он там пьет и были такое вот она мне рассказывает прожили 50 лет вместе она приходит а он я извиняюсь лежит с какой-то куртизанкой прямо на ее глазах ее но вы поняли я думаю о чем я речь ну вот как ей реагировать правильно она от него ушла то есть и долго не могла решиться опять же вот управление людьми она же ведь и как идет да есть некая схема то есть того кого не додавили женщины до условно говоря додавит общество то есть и вот две схемы управления и ты знаешь наверное вот это самое страшное то есть само общество больно в целом да то есть и вот о чем я всегда говорю ребята у нас нету системы да вот нету системы какой-то чтобы защитить то вот мужчин вот смотри допустим есть я ты кто-то еще мы прозрели но мы ничего по сути говоря не решаем потому что система она как бы против нас работает то есть вот так и здесь то то о чем я говорю многие не понимают причем здесь совок да прямое следствие да то есть это все движется оттуда и вот по это я и говорю то есть и женщины и мужчины они несчастны я вот кстати ты знаешь если говорить опять же про феминизм не то подобие которым она наверное стала да то есть вот это подобие то что сейчас там давайте не брить подмышки давайте там и у меня кстати такие были да вот она на прямом смысле мне задвигала что я ее как-то скажем так прессую да я говорю как то есть вот я не отвечаю за систему у меня нет властно распорядительных полномочий как я могу повлиять на что-либо да никак согласись то есть сейчас тоже скажем так есть второй тренд да вот который идет то есть они на самом деле хорошую то идея феминизм она сама по себе идея это неплохая скажем так то есть ребята давайте как бы равноправие но равноправия во всем работе в зарплате в деньгах и так далее а то есть неравноправие ты мне должен а я тебе не т.д то есть это по сути знаешь перевернутая система да то есть вот как допустим христианский вот есть бог вот из дьявол какая разница это одна и та же система с какой стороны ни посмотреть со стороны дьявола или со стороны боба поэтому очень многие не понимают вот этих глубинных процессов, да, то есть как добивание идет мужчины, то есть первое, это иди в брак, и потом ты, скажем так, теряешь деньги, теряешь нервы, кстати, деньги еще ладно, полбеды, да, вот нервы, они к сожалению не восстанавливаются, вот таких людей многие писали, ой, зачем нужны психологи, да я лечу по сути этих людей, да, то есть, потому что у человека есть такой момент, он когда что-то переживает, понимаешь, сразу включается то, а за что мне это, да, вот я думаю все знают, и начинается какой-то поиск глубинного смысла, да, многие же не понимают, это просто система, это не хорошо и не плохо, это система, вот она такая, у тебя есть два шанса, бороться, смириться, все, бей или беги, другого не дано, к сожалению, да, вот биологически, там, физически и так далее, то есть, вот зачем, как бы, и нужны психологи, и это не просто байки, да, там есть разные школы, есть разные направления, это все знаешь, как бы, несколько подход к истине с разных сторон, да, вот, так же, как и есть разные религии, христианство, иудаизм и так далее, да, в основе лежит Бог, нечто такое, вот, высшее, разный подход, да, вот, разный подход, поэтому это то, что, вот, касается, наверное, женщин, да, вообще в целом, то есть, чтобы понимали, я не огульно шельмую, вот многие пишут, что я огульно шельмую, нет, я шельмую только одну определенную группу, это людей, которые хотят жить за счет других, женщин среди них, к сожалению, большинство, да, вот, большинство, и я не то, что экстраполирую, их действительно большинство, то, что говорил я на, в первом видео, они действительно такие есть, я ничего не придумываю, я лишь передаю, ребята, вам, вот, ровно слово в слово, да, может быть, я не говорю, конечно, как на записи, да, там, не записываю их слова, но смысл вот такой, и поэтому, ну, как-то надо прозревать, надо видеть вот систему более духовно, что ли, философски, вот, почему я и говорил в первый раз, что надо уходить туда, потому что это некое раскрытие человека, над человеком, если так выразиться, понимаешь, то есть вот так, ну, и ты знаешь, вот тоже хотел бы, наверное, опять же поднять ту тему, которой у нас не было, да, то есть вообще, как с этим бороться, как пережить вот эту систему, то есть я уже частично сказал, наверное, вот эти два способа, бить или бежать, да, да, но бить надо тоже ведь по-умному, да, не надо противостоять системе, не удастся, сломает, сломает и не найдете себя, да, есть другой момент, чисто экономически, ребята, утаиваем свои доходы максимально, то есть уходим на, скажем так, на фриланс, то есть сейчас есть куча возможностей и ими не пользуются только ленивые, вот мне, кстати, многие писали, что, по сути, вот то, чем сейчас я занимаюсь и мой завод, это одно и то же, но это же идиотизм, да, то есть у меня нет начальника, у меня нет времени, я могу работать, вот сегодня, допустим, я не работаю, вот я так захотел, да, вот я сейчас пойду, там, на два часа поработаю, потом опять, завтра у меня выходной, там, и так далее, то есть это совсем другое, да, это не идеал, идеал, конечно, скажем так, вообще философский идеал для меня, это ничего не делать, заработать, да, но сейчас есть такие возможности, которых нету раньше, да, сейчас есть возможность просто банально уехать, это уже хорошо, я не говорю, что надо всем уезжать, возможно, кому-то и здесь будет хорошо, я же не знаю, за вас я решать не буду, и, кстати, многие вот неправильно воспринимают роль психолога, они думают, что я какой-то фюрер, который придет и скажет, Зиг Хайль, пойдем на восток, ребята, пойдем на восток, вот обязательно, да нет, я просто помогаю найти то, чего вы хотите, да, вот то, чего, то, что забалтывает, наверное, система, да, вот эти ценности, которые нам прививают, десятая машина, надо семья, надо дети, там, и так далее, вот в чем, наверное, смысл моей работы, ну, по крайней мере, как я это вижу. Павел, насколько вот, даже если возвращаясь все-таки к теме тех же женщин, насколько упоротые, потому что вот тоже момент, вот они обламываются, допустим, ну, там, попытка раскрутить, не получается, уже к психологу приходит, то есть, как бы, помоги, опять там не получается, когда ее, эта идея ставит или не оставляет, потому что я много раз видел, что, ну, там, в 50 уже лет, вот, по работе я видел, не, они все равно, они в идеальном мире уже живут, все, у них там шейхи, принцы, все, капец. Не оставляет, понимаешь, нету такого, вот у женщин, у них просто такой бронебойный панцирь, который действительность не берет совсем, вот она, допустим, приходит, она же приходит ко мне и к любому другому психологу не с тем, чтобы разобраться, блин, а я неправильно, может быть, живу, да, может, как-то надо что-то пересмотреть себе, она приходит с одной целью, да, научите новым методикам, как обдирать, вот, по-современному, что называется, да, вот таким образом, понимаешь, чем дальше, тем уходишь в грезы, да, вот, то, что ты говорил, это самая страшная, вот, категория, потому что их вообще нельзя переубедить, они живут, собственно, в своем мире, ну, это, скажем так, банальные сумасшедшие, вот, с шизофреником попробую поговорить, вот, он видит Наполеона и докажи ему, что Наполеона здесь нету, что Наполеон умер, то есть, твоя логика, она не пробивается, да, вот, никак, поэтому грезы их не оставляют и, наверное, знаешь, не оставят, вот это такой тип людей, вот она, она, скажем так, всегда надеется, я таких называю, вот, знаешь, Адель есть из Алых Парусов, да, она все ждала, 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 вот это примерно то же самое, да, то есть, никогда не оставит их грез, скажем так. Не наблюдал вот дальше, как бы, насколько они часто, ну, не то, что часто, а периодически ходят, вот, что происходит, трансформация, как, то есть, прилеты им приходят или нет, вот за это, в целом трансформация, как, грубо говоря, шизуха развивается, весь такой вот, ну, легкий вариант, средний, тяжелый. Ты знаешь, наблюдал, в основном, примерно так, то есть, если это от 40 и выше, там, неважно, какой там возраст, бывают разные клиенты, они не понимают одного, что уже там где-то после 40, вот, нельзя найти мужика, в принципе, ну, или шанс там минимален, так же, как найти там клад, я не знаю, ну, какой-то крупный, да, то есть, это абсолютно там 0-0-0 на целых, по той причине, что, во-первых, либо они в браке, либо они банально там живут соло, им это не нужно, они согласны там на какие-то отношения суббота, в воскресенье, иди нафиг, ну, либо они банально там пьют, им вообще не до тебя, ты им там не нужна, у них свои подруги. Ты знаешь, прилетает, но вот в том-то и свойство человека, что, чтобы не делала жизнь, ничего не берет, да, ничего не берет. Вот, как бык в гору дерется, вот, мой отец всегда говорил про женщину, вот она, как бык в гору дерется, она дерется, 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 не получается, она удваивает свои ресурсы, да, не получается, утраивает, удесятирить может. То есть, ну, не останавливает. Понимаешь, это так же, как нельзя остановить человека, который одержим какой-то идеей. Да, вот нельзя остановить Гитлера. Он Гитлер. У него идея. Мировое господство. Арийская раса. Мы сейчас не спорим, правильно это или неправильно. Но вот он одержим. Ничего ты не сделаешь. То есть, твоя логика его логику не перешибает. И никогда не перешибет. Спасибо.